Рома, так ты меня что, пофоткать сюда пригласил? Да. Крутая фотостудия. Да, Маш, становись и начинай позировать. А, хорошо, это я люблю, это я умею. Я просто решил заняться фотографией. Мне же тренироваться надо. Хорошо получилось? Очень, очень. Здорово. Ром, а как же программа поддержки местных инициатив? Я думала, мы здесь о программе поговорим. И об этом, кстати, тоже. Это время дела на своем ТВ. Поехали. А вот смотри, это я прошлым летом фотографировал. Правда, у меня тогда не очень получалось. Да нет, хорошая фотка. Четко очень, красиво. Ты вот даже на птичке сделал акцент. Ты же грязнот не завален. Молодец. Это личное. Давай лучше о губернаторской программе поддержки местных инициатив поговорим. Давай, с удовольствием. Программа меня приобщила к фотоделу. Отправился я как-то на охоту в село Птичье, что в Изобильнинском городском округе. И охота плавно перетекла в фотоохоту. Где мои снимки по достоинству оценили в местном доме культуры. Да ты что? Которые отремонтировали благодаря губернаторской программе поддержки местных инициатив. Да давайте посмотрим. Вот село Птичье почему так называется? Потому что здесь дичи много. А я ружье не взял. Охоты не получится. Значит будем заниматься фотоохотой. Телефон-то есть? А что, и искусство, и охота, красота. Так это тебе надо в наш дом культуры в Птичье. За искусством? Да. А как я его найду? А ты иди на звук музыки. И найдешь. Спасибо. Все, идем на звуки музыки. Телефон-то есть? Красотища. Хоть картины пиши. Расскажите, где? Это Птичье. Так, село Птичье. Звук оттуда. Значит идем на музыку. Все верно. Звуки наносятся откуда-то отсюда. Вот из этого здания. Это же дом культуры в село Птичье. Ну что, пойдемте посмотрим, что же там происходит. Оркестр народных инструментов «Солнышко». Исполняют не только народную музыку. Могут играть и джаз, и современные композиции. Алексей Носов – самый маленький участник коллектива. В оркестре играет с пяти лет. Я прихожу, и Елена Владимировна говорит, будешь у нас на ударных. Я говорю, ну согласен. За три года Леша освоил несколько инструментов. На первый взгляд кажется, что играть на них просто. Но на самом деле есть свои тонкости, чтобы инструмент звучал правильно. Это трещотка. Вот это я знаю. А вот это уже треугольник. Это треугольник. Есть какие-то в нем тонкости, или просто бери да бери? Нет, есть очень много правил. Если бить вот так вот, снутри, он будет волнами идти. А вот если сверху бить, чистый. В этом Доме культуры 19 клубных формирований. Направления разные и для всех возрастов. Основные – хоровое пение, хореография и декоративно-прикладное искусство. Настолько все талантливы, настолько творческие коллективы интересны. Каждый в своем направлении. Мы участвуем и в районных мероприятиях, в краевых мероприятиях. В общем, куда позовет нас гармошка. Говорят, вот домашний очаг. А я считаю, что Дом культуры – это очаг для всего села. Верно, бабоньки, у нас права есть! Да! А ну, как ты, хватит тут агитацию проводить. Ишь, умная стала. Ну, кстати, иди отсюда. На сцене молодые и талантливые артисты театральной студии. В постановках участвуют в основном школьники. В этот момент мы можем раскрыть из себя таинственные образы, которые хранятся внутри нас. Мы можем здесь воплотить того персонажа, которого хотели воплотить в жизни, но не удавалось этого. В школе как-то помогает это вообще? Вот ваши актерские ваши способности? Безусловно. Особенно, когда нужно что-то отвечать. А ты этого не знаешь, что ты как-то пытаешься выкрутиться, сказать какую-то информацию, взятую из головы. И благодаря именно актерскому мастерству мы отыграем и выкручиваемся. Спектакли ставят разные. Новогодний яролаж, сказку «Морозка», «Бабий бунт» – есть и серьезные постановки. Азори здесь тихие. У нас получился очень такой, знаете, трогательный как-то. Дети просмотрели, во-первых, фильмы и старого образца, да, и новые в постановке. Прочли, во-вторых, книги. И они потом начали с того, что мы сперва это все обсудили. Как, что происходило, в какой местности, как это, что, и приемлемо ли к нам или нет. Вот. И потом начали пробы, конечно, подбирались по фильму, по книге «Дети». Дом культуры построили в 1981 году. И долгие годы здесь не делали ремонта. Пока в село Птичье в 2016 году не пришла губернаторская программа поддержки местных инициатив. Наиболее наболевший для нас вопрос, который мы могли решить в рамках этого проекта местных инициатив, наши жители пришли единодушно, я считаю, единодушно к такому решению, что в рамках реализации местных инициатив мы все-таки будем ремонтировать актовый зал и сцену Дома культуры. Вот так выглядел актовый зал раньше, но теперь все по-другому. Постелили новое напольное покрытие, покрасили стены и заменили лампы, плафоны, а также установили 400 новых кресел. Для нас это шанс, чтобы на нашей территории очередной объект, может быть даже тот же уголок нашего поселения, с привлечением средств из других бюджетов и с помощью этих средств сделать наше село краше. На ремонт было потрачено более 2,5 миллионов рублей. Из краевого бюджета выделили 2 миллиона, из муниципального 500 тысяч. Население и предприниматели выделили порядка 250 тысяч рублей. Конек детский, 1942 года. Вот на таких вот катались. Круто, да? Что? Выставочный экспонат? Положительный? Да, хорошо. Еще кладу. А, и очки, да? Очки классные, правда? Это выставочный зал, в котором собрана история села. Среди экспонатов предметы быта, орудия труда, элементы одежды, музыкальные инструменты и многое другое. Некоторым предметам около 100 лет. А также есть стенды, посвященные памяти Великой Отечественной войне. Письма с фронта, медали, элементы оружия и снаряжения. Идея получилась, потому что жители села Птичево начали приносить какие-то вещи старинные. Ну куда же? Конечно же, в Дом культуры. И когда их собралось очень большое количество, решили сделать выставочный зал. Приходят и дети, и взрослые, и очень уже взрослого поколения люди вспоминают. Кто-то даже пустит слезу, потому что это память их, воспоминания. Поэтому это очень смотреть приятно, когда люди приходят и радуются, что мы здесь сделали. А еще в этом Доме культуры сделали выставку картин односельчанина Владимира Малыхина. Пишет он в основном пейзажи родного села. Вот так, прогуливаясь по небольшой выставке, можно заодно погулять и по сельским улицам. Очень знакомое место. Мне кажется, я здесь был. Этих кукол делают своими руками. И они не простые. Это куклы-обереги. То есть основной лоскуток и вата. Да, и ниточки. А потом обязательно сказать какое-то волшебное слово и заклинание. Нет, заклинания нет. Только лишь мысли. Да. Добрые, положительные мысли. А у вас много людей занимается, ну скажем, это как кружок у вас, да? Школьники, дети приходят на мастер-класс. И мальчики, девочки все делают с большим интересом. Ух ты! Класски мы не рисуем, носики не рисуем, потому что этого делать нельзя. Ага, то есть есть свои правила при изготовлении оберегов. Все, теперь у меня, это мне можно взять, потому что мой оберег будет вот такая вот красивая. Теперь у меня есть свой личный оберег, который принесет мне счастье и богатство. Но главное ведь счастье. Наше счастье и будущее, в котором мы будем жить, создаем мы сами. И от нашей инициативы зависит, комфортным оно будет или нет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаешь, Маша, я решил организовать фото-выставку. Ну, чтобы ты организовал фото-выставку, еще нужно очень много работать тебе. Ну, потому что оно пока что еще там. Ну, можно тогда прям в селе Птичьем в Доме культуры. Можно. Ну, еще потренируйся и попробуем организовать выставку. А вообще, Рома, что я тебе хочу отметить, чтобы быть хорошим профессиональным фотографом, нужно быть в хорошей, спортивной форме. Понимаешь? Это не обязательно. Обязательно. Потому что мало ли что, Рома, я тебе сейчас все расскажу. Была я в поселке Верхний Степном, Степновского района, Створопольского края. Так вот, и там меня приобщили к советской аэробике. В сюжете я обязательно все расскажу подробно. И сразу три местных инициативы будут в сюжете. Две из них посвящены спорту. Давайте посмотрим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Звучит легкая ритмичная мелодия, у вас хорошее настроение, пришло время дела. Приготовились. Раз, два, три. Поселок Верхний Степной Степновского района Ставропольского края с уверенностью можно назвать одним из самых активных и спортивных поселений региона. И я это докажу на примере только одного дома культуры. И начать рассказ стоит, пожалуй, с самой необычной для домов культуры секции. В местном доме культуры занимаются спортом. И сегодня я здесь, за тренера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь, девочки, приседания. Синхронно. На раз-два. Не забывайте правильно дышать. Раз. Два. Вниз. Вверх. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а после разминки приступаем к серьёзным упражнениям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот зал популярен у спортсменов всех возрастов. Тренировки абсолютно бесплатные и под руководством специалиста. Зачем вы вообще сюда ходите спортом, занимаетесь на тренажёрах? Для своего укрепления здоровья. Вы, как видели, в нашей группе женщины все пожилого возраста. Нам нужно общение, нам необходимо здоровье. И прежде всего, наша энергия. Нам её некуда в старости девать. Тогда ещё подходит. Ещё подходит. Вот так. Отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а после сложной тренировки можно и отдохнуть за чашкой чая с песнями и частушками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Губернатор наш хороший, лучший в мире не найдёшь. Он народу путь укажет, а врагам кулак показывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нами правит губернатор, мы его не хаим. Мы на праздник, как ему, шапками махаем. Ура! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Душевные посиделки проходят в особо тёплой атмосфере. Здесь больше сотни произведений искусства, созданных вручную. Цветы из бумаги, деревья из бисера, а арбузы из шерсти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вкусный, как не настоящий. И всё это дело рук мастериц местного кружка рукоделия. Собираются вместе и чай попить, выживку показать, поделиться новой идеей или техникой. Секцию очень умелые ручки посещают и дети, и взрослые. А их работы удостоены множества наград краевого значения. Тут нет определённого направления, нет определённых условий, требований. То, что хочет душа. И каждая из женщин уже ни один вид рукоделия освоила. Каждая из этих женщин просто неоценима. Они каждая по себе мастера своего дела. Они ещё бабушки, они ещё жёны, они ещё работают, они успевают петь, ходить на гимнастику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тепло в этом Доме культуры не только от горячего чая и душевных посиделок. С 2018 года этот Дом культуры отапливается благодаря котельной, которая была создана с нуля в рамках губернаторской программы поддержки местных инициатив. Проходите. Котельная сделана качественно и с использованием современного оборудования. Два мощных котла. Каждый из них способен согреть помещение в тысячу квадратных метров. Стоят насосы на подачу воды, на воду в систему. Стоят сигнализаторы. То есть, например, даже свет потухнет, автоматический клапан, газ перекрывается. Она абсолютно безопасна. Кстати, уже в 2019 году в Дом культуры посёлка Верхнестепнова снова придёт губернаторская программа поддержки местных инициатив. На этот раз заменят старые окна и двери на новые. И вновь всплывает вопрос обогрева культурно-досугового центра. Это будет пятый проект самой инициативной программы губернатора региона, реализованный Верхнестепном. Население у нас активно любят, знают эту программу. Вас надо поблагодарить за то, что такая вот пропаганда хорошая ведётся этой. И, конечно же, нашего губернатора за то, что финансирование поддерживается, финансирование регулярно увеличивается. И после ремонта, который начнётся уже в ближайшее время, Дом культуры с новыми возможностями будет готов к концертам и собраниям. Только в прошлом году эта сцена приняла около четырёх сотен мероприятий. На сегодняшний день в 32 секциях и клубах занимаются 360 человек. Люди любят Дом культуры и все проводимые мероприятия здесь. Вот с котельной у нас тепло, у нас было очень холодно. Не хочется, чтобы наши детки, допустим, замёрзли. Мы на этом всегда и поддерживаем вот эту мысль, что нам нужно тепло. И, соответственно, все окна, двери, что здесь поменяются, мы тоже думаем, от этого будет тепло. Красиво. Напоминаю, спорт в Верхнестепном особенно популярен. Здесь даже зимой по делам ездят на велосипедах. Но и это ещё не всё. И вот команды уже на площадке. Несмотря на то, что матч ещё не начался, эмоции бурлят, воздух разряжен, атмосфера накаляется. Совсем сложно поверить в то, что буквально несколько лет назад вот в этом помещении не было ничего. Раньше это был старый дом культуры. Он сгорел, здание очень долго пустовало до прихода к губернаторской программе поддержки местных инициатив. Из старого дома культуры сделали отличный спортивный зал с хорошим игровым полем, антискользящим покрытием, раздевалкой и душевой. Все работы провели в два этапа. В 2014 году разобрали старую крышу, заменив её новой кровлей. Усилили конструкцию здания, по сути, заново построили стены. А в 2015-м занялись внутренней отделкой, отоплением и полностью привели спортивный зал в надлежащий вид. Спорт развиваем, прежде всего, для того, чтобы подрастающее поколение росло здоровым. Будут здоровые, будут хорошо учиться. И всё у них в жизни получится. Ну и нам тоже. Вообще спорт – это здоровье. Будет здоровая нация, будет у нас всё прекрасно в нашей великой России. А это ещё один проект губернаторской программы поддержки местных инициатив в посёлке Верхнестепном. В 2017 году приобрели новую коммунальную технику – трактор, который справится и с уборкой снега, и с перевозкой гравия. Стоит он больше полутора миллионов рублей, зато бережёт здоровье рабочих. Специалисты не жалуются. А что это? Как это называется? Белорус. Трактор? С навеской. Трактор с навеской. Ну, что здесь есть? Здесь всё есть, всё современное. Да. Расскажите, что здесь есть? Печка есть, кондиционер есть. Гидравлику переделали. Тут сейчас поджосик, была механическая руками, сейчас он жосик, уже переделанный под него. Но одним словом, вы техникой довольны? Ну, не импортная. Была бы импортная, лучше была бы, конечно, в наше время. Ну, для этой, для администрации, для этого, конечно, это находка. В общей сложности губернаторская программа поддержки местных инициатив помогла посёлку Верхнестепному уже пять раз. И с каждым годом принесла новые положительные изменения в условия сельской жизни. Улицы стали чище, местные таланты ещё ярче, а спортсмены добиваются новых побед. И останавливаться здесь на достигнутом точно не собираются. Ром, ведь наступает самое активное время. Время дела. Да, потому что уже в апреле стартует сбор предложений на участие в программе поддержки местных инициатив в 2020 году. И об этом я предлагаю подробнее поговорить с нашим гостем, начальником отдела инициативного бюджетирования учебного центра Министерства финансов Ставропольского края Сергеем Юрьевичем Аристовым. Сергей Юрьевич, проходите к нам. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Здравствуйте. Приятно встречать гостей, друзей программы «Время дела». В такой атмосфере... Урбанистической. Да, непринуждённой. Мы решили фотографией заняться с Ромой сегодня. Я смотрю, вы от программы к программе развиваете свои творческие навыки, да? Да, но мало ли, что в жизни может пригодиться. И поём. И танцуем. И фотографируем. Всё, что угодно. Сергей Юрьевич, ну рассказывайте, какие новости у программы поддержки местных инициатив? Новостей много. Во-первых, в 2019 году мы реализуем колоссальное количество проектов. На данный момент их 222. Но будет экономия субсидий, будет ещё больше проектов. Во-вторых, в этом году мы сейчас уже весной начинаем отбор проектов на 2020 год. В марте месяце мы будем проводить школу местных инициатив. Мы будем выезжать в территории и рассказывать, как работает программа. Рассказывать инициативным группам, жителям, главам администрации, сотрудникам администрации. А нас с собой возьмёте? Естественно. Конечно, мы вас с собой приглашаем. Посмотрите своими глазами, снимите об этом хороший сюжет, я уверен, расскажете всем. В апреле месяце у нас уже стартует приём заявок. Причём в этом году мы впервые запускаем наш интернет-сайт на полную мощность. Приём заявок для крупных городов будет в том числе и через интернет-сайт. Давайте напомним нашим телезрителям pmask.ru Совершенно верно. pmask.ru Там же будет проходить голосование. Опять же, для крупных городов. Всё это сделано для удобства, для простоты общения между администрацией и жителями городских населённых пунктов наших. Всё очень просто, всё очень понятно. Мы старались сделать этот сайт удобным в использовании. Там же подаются заявки на участие, там же проходит народное голосование. Победители этого народного голосования проходят в следующий этап конкурсного отбора. Уже непосредственно проводим в Министерстве финансов. Это новшество? Такого ещё не было никогда? Такого ещё не было у нас, да, совершенно верно. Мы развиваемся, мы стараемся сделать программу проще, доступнее, чтобы как можно больше людей участвовало в нём. Прогресс налицо. Тем более, уже люди активнее участвуют и вот развитие, пожалуйста. Мы в этом году впервые выходим на такой масштабный очень уровень. Будет проведено порядка 30 обучающих семинаров именно для инициативных групп граждан. Мы поедем в каждый город, крупный город. Мы поедем в каждый район, куда приглашаем всех поучаствовать в этой школе. Мы подробно расскажем о том, как работает программа, как подать заявку, как собрать инициативную группу, как привлечь инвесторов для реализации этого проекта. Учебные планы уже разрабатываются, мы уже готовы к этому процессу. И очень хотим, чтобы как можно больше людей присутствовало в наших семинарах. Да, программа поддержки местных охватывает уже всю территорию Ставропольского края. Насколько я помню, в прошлом году аутсайдерами программы были Кавказские минеральные воды. Думаю, в этот раз всё будет по-другому. Я на это очень надеюсь. Да, в этом году уже есть заявки. Будут проекты реализованы и в городах Кавказских минеральных вод. И в прошлом году мы чуть-чуть не охватили эту территорию своими семинарами. В этом году мы будем эту ситуацию исправлять. Каждый город Кавказских минеральных вод получит отдельный семинар. С учетом того, что это еще плюс к туризму, я думаю. Программа поддержки местных охватывает помогает развивать туризм на Ставрополье. Ну это необходимо. Ну и плюс нам будет приятно работать на курортах. Спасибо большое, Сергей Юрьевич. Спасибо вам. Постараемся побывать везде, где только можно, вместе с вами. Посетить школу местных инициатив обязательно. И обязательно обо всем рассказать нашим телезрителям. Думаю, еще увидимся. Обязательно. До свидания. До свидания. До свидания. А на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Но впереди еще много инициатив. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!